Всем привет! Камера видеонаблюдения сегодня в такой вот большой упаковке. Кстати, вы ее уже можете приобрести в Украине, не надо ждать из Китая там какой-то срок. А в Украине уже на магазине SmartHut, интернет-магазин, по ссылке заходите и приценяйтесь. Различные камеры видеонаблюдения, не только это, но вот эту огромную и многофункциональную, можно сказать, профессиональный вариант, вы уже можете заказать у нас на месте. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Wi-Fi, в данном случае поворотная камера, модель ее прописана, 5-мегапиксельный вариант, заявлено питание 12 вольт. Есть возможность заказать в таком же корпусе, точно же такую камеру, но только вариант с 4G. Сим-карту мобильного оператора устанавливаешь и камера пользуется интернетом мобильного оператора. И заходить ты на нее будешь через интернет мобильного оператора. Ее можно устанавливать, будет в том месте, где нет Wi-Fi сигнала, где нет проводного интернета. Такие моменты. Кронштейн. Алюминиевый сплав. Привыкли видеть. Все такое мощное, серьезное. Что приятно и классно в комплекте идет уличный блок питания 12 вольт. 12 вольт 3 ампера. Выдвигаем. Здесь у нас в полностью литом корпусе получается блок питания. Уже с разъемом. И что очень классно, эта коробочка может выступать, считайте, как герметичная, ну не герметичная, но распред коробка, в которую мы можем поместить от камеры полностью все кабели. То есть подключив ты ее, не обязательно можно и по кабелю ее подключать. Сюда же можно запустить интернет кабель с разъемом. Все это закрыть в этой коробке. И все это у нас можно размещать под открытым небом. Вот в таком вот положении. Сама камера имеет достаточный кабель по длине. Так, что там у нас еще? RJ45 коротенький, метровый, для первого подключения. Настройки камеры также пригождается. Здесь тяжелый пакет. И в нем что-то металлическое. Ого, карабин с тросом. Карабин с тросом. У нас страховка такая есть, присутствует для камер. Трос металлический в пластиковой оплетке. И два карабина. Посмотрим дальше. Зачем это нам? Две Wi-Fi антенны. Есть инструкция. И можно сразу посмотреть по инструкции. Вот Wi-Fi and 4G. То есть два вида камер. Инструкция для двух видов камер. Что у нас за приложение? А, приложение ComHi. ComHi, ComHi Pro. Хорошая, работоспособная, функциональное приложение. Легкая, русифицированная. Все нормально. Инструкция также по подключению есть. Муфта на RJ45 монтируем. Если нужно, герметично делаем разъем. И плюс его еще можем туда в коробку поместить. Будет вообще отлично. Винты запасные для фиксации камеры на кронштейне. Скорее всего. Ну да, есть еще один комплект. И, ого, ну, видите, камера увесистая. Поэтому идут анкерные крепления для камеры. То есть все предусмотрено. Комплект полный. Больше ничего, в общем-то, не нужно. Так, и даже идет кабель для блока питания. Кстати, здесь уже все зачищено. Все предусмотрено. Мне нравится вот, что все предусмотрено. Не нужно тебе более ничего. Что тебе нужно? Отверткой отпустить контакты прижимные. Зафиксировать, запустить туда уже готовые кабели. И это у нас будет подключение в розетку. В розетку 220, подвод, питание 220 сюда. Для блока питания. Ну и на выходе получаем 12 вольт, 3 ампера. То есть кабель уже в комплекте. Какой длины, наверное, пару метров. Есть до розетки, если нужно. Если тебе нужна большая длина, понятно, делаешь сам себе, какой нужно кабель. И подключаешь блок питания к сети 220. И наша камера. Ну, серьезный вариант. Какой сразу плюс этой камеры? Скажу вам сразу огромный плюс, что имеет она оптический, варифокальный объектив, оптический зум 40-кратный. 5-мегапиксельная матрица и 40-кратный оптический зум. Это дальнобойная камера, можно смело сказать. Дальнобойный вариант с отличной ночной картинкой. Потому что здесь для ночной картинки ИК-светодиоды. Плюс есть LED-светодиоды. Я представляю, какой это будет мощный свет от LED-светодиодов. Все под линзами. И также мощные ИК-светодиоды. Также и под линзами. Различных видов они здесь. Именно для дальнобойной картинки на расстоянии, как заявлено, 100 метров, а может и больше. Такой вот вариант камеры. Да, она не маленькая, но кому нужна вот именно функциональная, хорошо отрабатывающая, дальнобойная, поворотная. Посмотрим дальше, со слежением или нет. Камера видеонаблюдения. Вот она как раз на моем видео. Кстати, трос. Поняли, да, уже? Вот фиксация, именно страховка к кронштейну самой камеры. Ну и так, крепление мощное. Плюс еще страховка есть. Ну или же можно застраховать камеру. Например, рядом какое-то крепление сделать. Два винта и снимаем крышку под герметичной прокладкой, которая находится. И видим там доступ до... Так, слота под карту памяти нету. Дублирующая кнопка сброса к заводским установкам. Вот микрик. И должна здесь быть, по идее, при 4G варианте, слот под сим-карту. Ну, не вижу я слота под карту памяти. И скорее... А, есть, есть. Вот, все, все. Слот под карту памяти имеется. Кнопка сброса. Все по стандарту на плате. Вот если будет 4G камера, то плюс еще будет у вас здесь 4G модуль установлен и слот под сим-карту. Чтобы камеру отслеживать удаленно из любой точки мира, или со смартфона, или с приложения, то есть с программы на компьютере, нужно подключить ее к роутеру, который подключен к интернету. Все просто. И потом приложение Cam High или Cam High Pro можно использовать для подключения камеры и удаленного отслеживания. Все, в общем-то, сделал. Подключил камеру ее разъемом, разъем питания, блока питания. Здесь также соединил кабель и подключил в розетку 220. Делаю первое включение, подаю питание, тестовый режим камера проходит. Не обязательно ее сразу подключать к кронштейну, объединять с кронштейном. Можно таким вот образом удобно поместить ее в ее упаковочный элемент. И камера тестирует поворотное устройство. Одно условие прикрутить надо Wi-Fi антенны к ней. Ну, все просто на резьбе, на резьбовых соединениях. Микрофон в камере есть, динамик в камере, динамик в камере, возможно, да, тоже есть. Скорее всего, никаких голосовых сопровождений не будет, но давайте посмотрим. Открываю приложение Cam High Pro. Список устройств при условии, что у вас будет аккаунт. И все ваши камеры будут здесь. Желательно зарегистрироваться в приложении, и тогда вы будете получать удаленное уведомление. Еще много чего. Жмем плюс. IP-камера. Если 4G-камера точно такая, то 4G-камера выбираем. IP-камера. Подключать буду ее по Wi-Fi, если есть возможность, сразу подключить по кабелю. Подключаете, если Wi-Fi не нужен, кабель в разъем RJ-45 от роутера. И другое подключение. Первого сброса к заводским. Новое устройство. Все, здесь идет инструкция. И здесь вот вариант. Подключен сетевой кабель, или же нет доступа к сетевому кабелю. Звуковое. Или же перейти к добавлению камеры. QR-код. QR-код на наклейке на камере. Сканировал QR-код. Здесь подключится к сети. То есть подключение идет через точку доступа. То есть на прямую к камере. А потом уже по Wi-Fi подключается смартфон. И потом перебрасываются настройки на приложение. Да, все так и есть. Но все в общем-то в полуавтоматическом режиме делается. Небольшое ваше вмешательство. Настройка беспроводной сети. Добавление устройства. Да. Подтянуло мой роутер. И автоматический пароль Wi-Fi роутера также. Вот такой вот характерный звук. Кошмарный, давлящий на уши. Все. Присваиваете камере название. Своё можете прописать. Или же выбрать из готовых в сети. Да, пароль старый, новый. Захотите сразу поменять. И кстати нужно сложный пароль вводить. Пароль заменен. Камера переподключилась. Все. По Wi-Fi камера работает. Подключаю сейчас сетевой кабель от роутера. Камера работает по кабелю. Различные подсказки. Звук. Раз, два, три, четыре. Ну здесь звук. Качество звука с камеры. И качество динамика. На хорошем уровне. Поэтому. Ну и видео. Конечно сразу видно. Что качество картинки. Также на хорошем уровне. Выношу на улицу камеру. Креплю. И рассматриваем ее работу дальше. И камера в сборе именно выглядит таким образом. Трос. Есть для крепления троса на отлив на кронштейне. И тут. Таким вот образом камера не маленькая. И чтобы сделать камеру поя. Одним движением легким. Делаем камеру поя вариант. С помощью поя сплиттера. И теперь камеру можно подключать по 48 вольт. Одним кабелем по поя. На расстоянии до 100 метров. Это кому важно подключение по кабелю и по поя. Wi-Fi вариант. Также рабочий. Можно подключать смело по Wi-Fi. Добавил камеру на видеорегистратор. Для показать вам, чтобы общую картинку. Ну и в онлайне удобно с монитора просматривать. Картинка супер. Дневная на высшем уровне. Именно тот вариант, который ты хотел. Идеальную картинку. Вот спрашивают. Покажи камеру достойную. Чтобы можно было заплатить деньги. И получить качественное видеонаблюдение. Вот она. Следит за людьми. С использованием оптического зуммирования. Без потери качества картинки. При приближении. Оптика именно так и работает. Цифровой зум теряется. Качество. Тут не теряется. Определяет человека. Присылает мне уведомления на смартфон. Что человек определен. И срабатывает зум. При этом запись идет на карту памяти. Потом вы можете просмотреть все эти моменты. Плюс пишет на жесткий диск видеорегистратора. К которому я подключил эту камеру. Универсальный классный вариант. Звук также есть. Вы можете слышать. Звук в онлайне. Как с видеорегистратора. Так и сейчас у меня камера добавлена. В веб-интерфейсе на компьютере. Я ее открыл. Потому что нужно носить некоторые настройки. Которые вы не каждый день будете менять. К примеру. С веб-интерфейса на компьютере. Ну картинка супер. Просто хочется смотреть. Фокусировка происходит автоматически. Автофокус отрабатывает отлично. Именно на предмете. На котором камера фокусируется. Размывается не весь план. Задний. Видите вы номера автомобиля. Четко можно читать. С большого расстояния. Ну и также человек. Проследила за человеком. Возвращает зум. И возвращает положение. Все то же самое можем видеть с приложения на смартфоне. В таком вот ракурсе. Очень классно. Установив телефон просто на подставку. Ты ведешь видеонаблюдение. Просто просматриваешь картинку. Камера в автомате работает по заданным моментам. И посмотрите. Камера определяет человека на очень большом расстоянии. Чувствительность определения. Соответственно следить она будет из всех выбранных объектов. За более крупным объектом. Который или ближе более крупный. Или дальше. Но крупнее чем тот который ближе. Один может наверное неудобный момент будет. Для тех кто часто будет захочет включать. Выключать слежение. С приложения нет возможности. Ну вот именно в этой камере это сделать. Нижняя часть рабочий стол. Понятно. Здесь включить выключить звук. Передать что-то в динамик. Нажать удержать микрофон. Включить запись на именно то что вы сейчас видите на смартфон. Захотели писать. Включили. Пошла запись в папку смартфона. Этого короткого ролика. Небольшой ролик записали. Чтоб память смартфона не заполнять. Дублируется. Все сохраняется на карте. В автомате. Тут ничего не нужно жать. Чтоб записать на карту. Оно все записывается автоматически. По тревоге. Вон видно все таки как камера. Приятно смотреть на это все. Очень классно камера отрабатывает. Слежение. Определение. Выделяет объекты. Желтую рамку можно убрать если захотите. Камера не будет выделять объекты. Просто будет за ними следить. Очень классно. Со звуком. Звук четкий. Качественный. Камера профессиональная. Очень классная. Здесь момент. Вот переводим дальше. Джойстик. Управление камерой. Управление зумом. Управление оптикой. Приблизить. Отдалить. Все понятно. Далее. Те быстрые моменты. Которые вынесены на рабочий стол. Чтобы не входить в настройки. Перевернуть. Отразить картинку. Предустановки поставить. Именно предустановки пресеты. По которым камеру можно пускать в круиз. И самый тоже огромный плюс камеры. Это камера 360. Она поворачивается по кругу. У нее нету места остановки. Поэтому пресеты можно ей задавать. И по пресетам в автомате настраивать. Пускать в круизы ее. Автоматически она будет вращаться и фиксировать обстановку. Регулировка громкости понятна. Настройка изображения тоже классна. Яркость, контрастность. Все можно регулировать. С приложения не надо никуда заходить. Три ночных режима. Цветное интеллектуальное включение LED светодиодов. По тревоге, по человеку, по движению. Так же понятно. Но тут же где-то должна быть функция включения, выключения, слежения за человеком. Ее нету. Далее нету ничего. А включал я ее веб-интерфейса камеры на компьютере. Ввел в домашней сети ее внутренний IP-адрес. Который ей присвоил видеорегистрированный роутер. И тут на главной странице просмотра есть управление, джойстик управления камерой. И есть возможность внести предустановки. И в предустановках у нас зашиты функции включения. Например, предустановка 100. Вводим число 100. Жмем вызов или отправить. Вот тут я вот эту зависимость пока не понимаю. Ну, жму и отправить и вызов. Активируется у нас функция слежения за человеком. И это все у нас прописано в инструкции. Можно перевести с китайского. Таблицы с числами. Число и функция. Какая соответствует этому введенному пресету. И вот здесь в нижней рамке 100. Это включить слежение за человеком. 135. Это включить приближение человека. То есть можно различные моменты включать или выключать. Все это перевести. И здесь основное, что можно выставлять автоматические круизы. По графику, по расписанию. Задавать камеру позицию. И она туда будет автоматически переходить, когда это нужно. Или же по кругу вращаться и фиксировать моменты. Там остановки делать на некоторых пресетах на заданное вами время. То есть это профессиональный вариант камеры. Вот один минус, что инструкции нет переведенной даже на английский язык. Но переводчик есть. С камерой можно перевести все. И устанавливать. Именно включать эти функции отсюда. Тут же в веб-интерфейс. Заходим в настройки. Все русифицировано. Видео. И можем посмотреть переключение разрешения. 5 и 4 мегапикселя. Количество кадров при 5 мегапикселях 25. При 4 можно поставить будет 30 кадров в секунду. Здесь также второй поток. Если у вас вдруг подключили вы эту камеру к видеорегистратору. И не выводится на маленький экран на многоканальном режиме. Камера не выводится. А черный квадрат. Просто меняйте разрешение на 640 на 480. Именно с веб-интерфейса камеры. Стоит по умолчанию 800 на 600. И на мой видеорегистратор во вторичном потоке не выводилась картинка. В общем-то все остальное уже на ваше усмотрение. ОСД. Поменять название камеры, местоположение, даты времени и отметка на картинке. Или выключить или же переместить куда нужно. Изображение понятно. И здесь ночные режимы более подробно. Также можно ознакомиться с яркостью, с контрастностью. То есть все эти моменты. По аудио. Также есть по сети. Также есть по всем протоколам. Он вив. Включить-выключить. Питупи. Включить-выключить. Доступ на камеру извне. Можно выключить. Вообще, если она у вас работает в домашней сети. Вот именно. И различные протоколы. Wi-Fi также можно включать-выключать. Как захотите. Камера сейчас у меня по кабелю работает. Поэтому Wi-Fi полностью ее я выключил. По тревоге также тревога человек. Умное распознавание человека. Включить-выключить. Будет камера по всем моментам работать. По всем движениям различным. Аудио тревога. Я так понимаю, по каким-то резким ударам. Шуму камера также может включать запись. Можно включить ее. По расписанию ставить. Поменять пароли. На e-mail присылать тревожные картинки, видео. На FTP сервер включить запись. Все эти моменты есть. Камера полностью профессиональная. По системе. Время инициализации. Информация об устройстве. Все также можно посмотреть. Зум у камеры сумасшедший. Некорректно ее тестировать. Вот как я. С двухметровой высоты установленной. Камера может работать на огромной высоте. На десятом этаже. Там ты ее поставишь. И сможешь приближать свой автомобиль. В районе твоего двора. То есть в районе наверное 100-200 метров. Это спокойно. Вот сейчас на полную. Получается отметка 40-кратная. Зуммирование. Также отметка есть о зуме. На картинке камеры. Супер. Камера может полностью под себя. Понятно смотреть вниз. Полностью вниз. Вращается по кругу 360. Это я вам уже говорил. Но вот вверх. Она чисто смотрит вперед. Хотелось бы пару градусов еще вверх. Вот. Но не получается. Не смотрит она вверх. Поэтому презумировать мне вот предметы. Чуть выше не получается. Чисто. Чисто могу траву приблизить вам. И показать. Можно посмотреть как отрабатывает автофокус. Автофокус незаметно быстро отрабатывает. Для вашего глаза. Ну и человека или предмет какой-то рассмотреть. Сейчас я выключил слежение. Стоит чисто определение человека. И по определению человека. Камера дает команду на видеорегистратор. Видеорегистратор. По VIV протоколу камера с ним работает. Но именно по человеку пожалуйста запись в видеорегистратор будет сохранять. Ночная картинка с камеры на очень классном высоком уровне. Автофокус отрабатывает с небольшой задержкой. Где полная темнота. И также очень классно цветная картинка. Можно переводить в цвет принудительно камеру. И тогда включаются мощные белые LED светодиоды. Которые светят на огромное расстояние. То есть даже используя зум с камеры. Вполне их хватает для дальнобойности слежения. Например поднял камеру. Приближаешь. И эти белые LED светодиоды на большое расстояние бьют. То есть как свет от автомобильных фар. Очень яркий. Камера реально дальнобойная. Что днем, что ночью. Ночью также при приближении используется специальная пара ИК светодиодов. Которые при максимальном зуммировании активируются. И такой луч получается освещают именно то место, которое ты приблизил. Видно это происходит переключение. То есть включение этих дополнительных LED светодиодов мощных. То есть ИК светодиодов мощных. Которые дают хорошую картинку на большое расстояние. При этом хорошо фокусируются. И предметы четко будут видны на большом расстоянии. Также работает и слежение в ночном режиме. Может уже не с той корректностью с которой днем. Днем кстати нормально все отработала камера. Были моменты, были что и пропускала людей. Это не без этого. Это не только касается этой камеры. В общем то все камеры допускают ошибки. И есть вот такие моменты при слежении. Также есть возможность выключать инфракрасные светодиоды. Пресет 83 вводим в веб-интерфейсе. Сейчас я это делаю. Вызываю. Отключаются ИК светодиоды ночной подсветки. И камера переходит в цвет. При этом она не задействует белые LED светодиоды. То есть камера становится полностью невидимой. И смотрите какой момент при дополнительном уличном освещении. Если у вас это будет. Камеру можно оставлять в цвете. Без включенных ИК светодиодов. И камера очень классно видит в цвете. Если например даже издалека взять и приблизить картинку. Просто того места освещенного. И там стоит у вас автомобиль припаркованный. Камера будет видеть отлично. Писать видео. Записывать вот в таком вот положении. Взяли к примеру и оставили ее. Здесь у вас припаркован автомобиль. Там место подсвечено фонарями. Камера отлично видит. Передает цветную картинку ночью. Вернуть назад 81 пресет. Все просто перевести. Основные цифры запомнить. Можно и управлять камерой. Вот так вот. 120 пресет. Пускаем камеру в круговой круиз. Камера будет 360 вращаться. С определенной небольшой скоростью. И фиксировать все моменты. Определила человека. Будет за ним следить. Или же просто записывать. По определению силуэта. При круизе. По круизам там тоже отдельная тема. Можно кучу круизов выставлять. С различными задержками. С различными паузами. Уверен, что кое-что еще интересное вам не рассказал. Потому что и сам не разобрался в этом. На это нужно время. Основные моменты вам показал. Основной плюс камеры. Что она реально мощная. И мне даже моей территории. Вот этой вот не хватает. Для полноценного тестирования данной камеры. Идеальный вариант. Камера или же высокий этаж. Или же какая-то длинная территория. Камера дальнобойная. Реально. И на такой вот маленькой. Для нее моя территория. Тестирования очень мало. Но то, что мог вам показал. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Телеграм. Чат. Телеграм. Канал. Фейсбук. Инстаграм. Все ссылки полезные в описании к видео. На камеру заходите. Кому нужна она в Украине. На смарт-хате. Интернет-магазин. Ссылку также оставляю. В описании к видео. В дороге еще много интересных камер. Всем удачи. До следующих видео.